Твой старый телефон тормозит, садится, недостаточно качественно фотографирует? Так приходи в Титан. Тут много новых телефонов по очень доступным ценам. Титан. Покупайте то, что давно хотели. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Октябрьский район и суд вынес приговор 25-летнему жителю Астрахани и 26-летней матери трехлетнего ребенка. Молодых людей осудили за торговлю наркотиками. Все подробности в рубрике «Сводка». 25-летнего жителя Астрахани Илью Чесноковой и 26-летнюю кировчанку Дарью Мыльникову осудили за торговлю наркотиками в крупном размере. Они создали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ и продавали их через закладки. В конце марта этого года, после попытки сбыть наркотики через тайник, парочку задержали сотрудники полиции. Суд согласился с мнением гособвинителя прокуратуры Октябрьского района о доказанности вины Ильи и Дарьи и признал их виновными, назначив наказание в виде 7 и 6 лет лишения свободы. Мыльникова обжаловала решение суда, заявив, что у нее есть маленький ребенок. Осужденная обжаловала объединительный приговор в суд апелляционной инстанции. В своей жалобе она указала о том, что имеет наиждевение трехлетнего сына. Просила применить положение 82-й статьи Уголовного кодекса России о применении отсрочки реального исполнения наказания в виде лишения свободы до достижения сыном 14-летнего возраста. Вместе с тем суд апелляционной инстанции отклонил жалобу осужденной, согласился с позицией прокурора и оставил приговор в законной силе. Теперь Илья будет отбывать наказание в колонии строгого режима, Дарья в колонии общего режима. Бывший преподаватель 6-й Чапецкой школы признан виновным в истязании учеников. Следствие установило, что в период с 2018 по апрель 2019 года учитель труда систематически наносил побои указкой, металлическим прутом и шлангом двум 13-летним ученикам в присутствии других учащихся. Со слов подростков, причинами такого поведения становились их опоздания на уроке, нахождение в момент перемены в классе. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание полтора года условно с испытательным сроком на полтора года, а также его на два года лишили права заниматься педагогической деятельностью. Приговор не вступил в законную силу. Пенсионерка из Амутнинского района попалась на удочку мошенников, которые пообещали ей компенсацию за приобретенные БАДы. 62-летняя женщина купила через интернет биологически активные добавки. Спустя время ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что продукция была поддельной, и теперь ей, как пострадавшей, полагается компенсация. В размере 450 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что для получения денег надо застраховать полагающуюся сумму и перевести деньги на указанный счет, а потом они ей якобы вернутся вместе с компенсацией. Пенсионерка поверила ему, оформила несколько кредитов в четырех банках, по указанным реквизитам перевела более 570 тысяч рублей. Однако обещанную компенсацию не получила и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ищет злоумышленника. В Подосиновском районе волки подобрались к жилым домам. Двух хищников заметили в поселке Лундонка. Из-за опасности местным жителям приходится запускать собак на ночь в дом. В противном случае волки могут загрызть домашних животных. Подобная ситуация сложилась и в Мурашах. Там местные жители заметили следы хищников на снегу и говорят, что волки разгуливают прямо по поселку. В Министерстве лесного хозяйства Кировской области сообщают, что Мурашинские и Подосиновские районы входят в число самых проблемных по количеству волков. Алина Котрихова, Место происшествия.